Полистать новости, посмотреть смешные видео, лайкнуть аватарки друзей или картинки с котятами. Огромную часть нашей жизни занимает интернет. Здесь мы находим информацию для учебы, работы, он же помогает нам развлекаться, да и просто быть в курсе событий. Сегодня, 4 апреля, Международный день интернета. Мы спросили у химчан, как они проводят время во всемирной паутине. Лично я трачу много времени в интернете, в соцсетях. Новости немножко читаю, ну социальные сети еще что-то уже. В интернете провожу очень мало, трачу только на поиск каких-нибудь товаров для детей. Нравятся вот эти разные вещи смотреть, когда там с собачками, с кошками вот это все меня очень влекает. Конечно, смотрю интернет. Ну так, в соцсетях посидеть, ну и поиграю в компьютерное, да. Раньше люди спокойно жили без интернета, ходили в библиотеки, больше времени проводили на улицах, в театрах и на выставках. Представьте, что бы мы сейчас делали без интернета. Если бы интернета не было, ну люди бы больше времени проводили бы на улицах. Ну конечно, было бы тяжелее жить, неудобно может быть. Выжили бы, наверное. Мы пенсионеры погибли без интернета. У нас это на первом месте. Если бы интернета не было, то я бы больше времени проводил на улицу с друзьями, ну либо в спорту там уделял больше времени, там в футбол поиграть, там с друзьями побегать. Обмен информацией, наверное, был бы миллион раз медленный. Наверное, сейчас это уже сложно представить даже моему поколению. Интернет – вещь полезная, а временами просто незаменимая. Однако не забывайте, что бесконечные поиски по различным сайтам не должны занимать 100% вашего времени. Вокруг бурлит жизнь. Она в тысячу раз интереснее любого видеоролика с котиком. Продолжение следует...